Строительство, дороги, коммуникации, пожалуй, нет ни одной сферы в городе, в которой не потребовалось бы личное вмешательство главы Шимкента. Так, одна из первых проблем, которую решил градоначальник – неработающие лифты в многоэтажках. Через два месяца я вам обещаю, что у вас будет лифт. Большое вам спасибо. Мужик сказал, мужик сделал. Большое вам спасибо. Следующий вопрос – городской транспорт, ставший объектом критики как горожан, так и чиновников. Мы сейчас вообще в бардак. Жирная остановка, кажется, непонятно. Брёсара, брёкок, брёкоза. Они на ходу людей забирают. Ни формы нет, ничего. Решением проблемы стало создание в Шимкенте компании «Шимкент-Бас» на основе государственно-частного партнерства. При этом доля Акимата в этом проекте составила 49%, остальное – доля инвестора. Ещё одна проблема, которая набила оскомину всем – и пешеходам, и водителям – качество дорог. Если раньше водители лишь вспоминали власти крепким словцом, проваливаясь колесом в очередную колдобину, то потом перешли к действиям. Возле каждой дорожной ямы они установили самодельную табличку с надписью, адресованной Акиму Шимкенте Кабидуле Абдрахимову. Впрочем, Аким города и сам пользуется теми же дорогами и, как выяснилось, прекрасно знает, откуда у проблемы ноги растут. Обращал внимание, как вы делаете ямочные ремонты. Они хватают, буквально у вас на один год дырки латаете, потом зима, всё опять размывается. В результате сейчас в городе в общей сложности отремонтировано 306 улиц, расширено 4, и ещё 6 будут расширены до конца года. Кроме того, начато строительство первой в городе дорожной развязки. Шимкент – вторая Венеция, так как крестили город жителей из-за постоянных затопов в сезон дождей. Ирригация нуждалась в ремонте, правда, на это требуются средства и немалые. Депутаты идею градоначальника поддержали. В результате впервые за всю новейшую историю Шимкента начали восстанавливать ирригационную систему. Сейчас полностью отремонтированы ирригационные сети на 18 улицах города. Правда, есть и проекты, которые, несмотря на значимость, оказались под угрозой срыва. Например, пешеходный мост Порыс-Кулова. Несмотря на все заверения Акима, лифт, который предназначен для подъема пожилых и людей с колясками, так и не заработал. Второй мост, строившийся по образу первого, и вовсе сейчас законсервирован. А что думают люди об изменениях, которые произошли в городе за два года? Ну, за два года очень изменилось, как Аким города прошел. Очень заметно. Чисто стало экология. А кроме? Ну, нет мусора. Здесь хорошо, приятно. Люди нормальные. Что еще? Благоустраивается. Красивее становится. Как изменился чудесный город? Какой парк чудесный. Как все красиво. Как все чисто. Как жаль, что люди вот так вот делают. Просто радоваться надо. Везде травка. Какие площадки чудесные. Сколько интересного. Город однозначно меняется, и перемен к лучшему в нем немало. И может правы те, кто призывает сделать хоть что-нибудь, чтобы изменить город к лучшему. Если мы хотим жить в нашем городе и радоваться каждый день от красоты этого города, мы должны приложить все усилия. Саида Турсуметова, Константин Гавшев, информационная служба телеканала ОТРАР.